Музыка 10 июля на самой большой площади в Европе при многотысячной армии единомышленников, болельщиков можно будет поболеть за свою любимую команду, за национальную сборную команду Украины. Украина играет минимум один матч во Франции, который начинается в 22.00, соответственно мы берем плюс 2 часа, это 24 часа, соответственно работа метрополитена будет продлена. Особенностью фан-зоны является, что в этот раз во время работы фан-зоны она не будет проставить и начинать свою работу только лишь вечером, когда будет идти футбольный матч. Она будет жить фактически на протяжении всех 30 дней. Будут проходить помимо футбольных матчей порядка 10 различных мероприятий, то есть это фестивали, начиная от уличных фестивалей, то есть это уличной культуры и заканчивая концертом симфонического оркестра или кавэна. Фан-зона будет состоять из трех фактически частей, то есть это зона фестиваля, зона трансляции, соответственно экран плюс сцена, зона развлечений, где люди смогут поиграть в футбол, привезти своих детей, это все тоже будет бесплатно, там будет для детей развлечение. И конечно же зона еды, то есть мы попытались объединить максимальное количество интересов в одном месте на протяжении 30 дней, это будет таким хорошим настроением перед возможным отпуском у людей.